лансин есть большие квадроциклы есть маленькие маленькие квадроциклы вообще никто не понимает откуда их везут кто это производит непонятно мы вот никита представитель вот и лансин отвечает за вот модельную линейку и у него спросим вот чем вот этот квадроцикл маленький но удаленький отличаются например от одноклассников которые продаются здесь в развес по моему их прям даже непонятно прочитать название невозможно найти кто производитель невозможно а вот здесь у нас будут ответы да попробуем не хотелось бы никого обижать но мы начали свою дорогу тоже не с лансина да заводов аппер бит миклеон которые выпускают как вы говорите квадроциклы на развес мы привезли и из трех собирали один скажем так да для нас это было неприемлемо мы искали завод максимально высокого качества да и принципиально искали сборку в китае до чтобы это был не суповой набор как завозят сейчас почти 90 процентов поставщиков россии хорошие назвали суповой набор да то есть куча компонентов все собирается здесь в одну какую-то в одно какое-то изделие да и продается за какие-то иногда понятные иногда непонятные деньги да то есть для нас было принципиально чтобы собиралась все на заводе чтобы это все было максимально качественно и чтобы на следующий день это не развалилась да то есть по этому принципу мы искали завод и нашли его в первую очередь в первую очередь мы искали мотоциклы но получилось так что из квадроцикла как бы по квадроциклам был пока на тот момент только этот квадроцикл и завод уже сказала том что мы пойдем за большими квадроциклами в ближайшее время это был восемнадцатый год сейчас двадцать четвертом году у компании уже практически линейка всех квадроциклов выпустили уже у тиви машину и совсем скоро выпустим ssv машину вот этот аппаратик он кому адресован детям подросткам вы знаете ли мы планировали его как детский квадроцикл но это опасно по нашим запросам это опасно но в россии это часто скажем так ребенок катается с родителем да то есть как бы и довольно таки быстро ему надоедает ездить сзади и хочется самому управлять квадроциклом мы его видели как квадроцикл для ребенка но когда привезли большое количество клиентов стало покупать его как первый квадроцикл чтобы вообще познакомиться с тем что такое квадроцикл и также квадроцикл взрослого человека который ценит свое время который не лезет в болото он приезжает допустим на дачу садится на этот квадроцикл едет на рыбалочку на пруд лужу объезжает сбоку и без проблем то есть его задача чтобы он все время заводился все время работала был качественный то есть этот квадроцикл может такого взрослого человека запроса сколько у него мощность ну давайте смотреть 12 сил 12 лошадиных сил 1 цилиндровый моторчик до 1 цилиндровый двигатель двигатель мотоциклетного типа двигатель с цепной передачи двигатель воздушный да то есть как бы здесь нет понижающей передачи это совсем начальный уровень нету лебедки можно чем-то дооснастить но в принципе это мотоцикл начало квадроцикл прошу прощения передача цепная у нас да передача цепная только на задний привод отлично а давай дальше пойдем следующий шаг это квадроцикл 300 x-vulv 300 сколько цена у этого двести восемьдесят была цена сейчас сейчас ценами будут небольшие рокировки потому что изначально мы эту технику привезли как квадрициклы техника была одна квадрицикл это такая техника которая как бы как квадроцикл но у нее есть не был некие аспекты при ввозе да то есть как бы за нее платится повышенная пошлина как на мотоцикл но не занимается утиль с этого года наши добрые конкуренты постарались чтобы такой возможности у нас не сохранилось и мы переходим на псм да то есть в этот квадроцикл и этот квадроцикл будут на псм на сколько тут квадроцикл подорожает мы постараемся сохранить цену увеличиваем объем воздуха договариваемся с заводом чтобы здесь она была 300 здесь она была 500 на псм и тот и тот квадроцикл с документами большинство суповых наборов идет без документов то есть мы получаем за 300 тысяч не просто набор запчастей которых собрали где-то а заводскую машинку сделанную на заводе плюс у нас еще с документами полный порядок входной билет 300 тысяч 200 кубов 300 тысяч теперь у нас 300 кубов и что у нас здесь уже появляется да это второй квадроцикл я смотрю лебедочка это второй квадроцикл который выпустил завод лансин фактически это брутфорс 300 с технической точки зрения вот по ходовке по двигателю это полная копия этого квадроцикла эстетическое наполнение другой здесь мы получаем жидкостной мотора 30 30 лошадиных сил жидкостного охлаждения редуктор понижающая передача лебедка очень интересный свет фары красивые да то есть очень стильный дизайн передний бампера за от перед 24 колеса то есть очень приличный квадроцикл уже такой прогулочные внедорожье можно в турции огромное количество завода покупается и они там работают в прокатах очень хорошо себя зарекомендовали то есть у нас уже не вал здесь а кардан он такой такой он мягкий мягенький да хорош квадроцикл и аморты выпускает сам завод или он кого-то закупали покупает перекупать что делает этот завод вообще но двигатели пластик наверно там пластик двигатели рамы на часть квадроциклов завод выпускает амортизаторы сам на какую-то часть выпускает покупает у сторонних производителей у вас контракт подписан на поставку на сколько лет три года точно три года точно то есть три года мы можем говорить о том то что точно вы будете привозить сюда запчасти отлично и у нас цена это 500 500 300 500 пойдем дальше новинка этой выставки x-wolf 550 это совсем свежий квадроцикл пока в единственном экземпляре с мая месяца начнутся продажи в россии это уже полноприводный квадроцикл здесь абсолютно новый двигатель и это полноприводный первый пепп первых нас на охлаждение косное охлаждение пониженная передача блокировка переднего дифференциала подключаемый передний привод двигатель можно таскать откуда это и марске нет это не юмаховский двигатель здесь по большому счету это собственная разработка лансина лошадей у нас здесь 43 лошади то есть это уже взрослый мужская близко к семисотке он подходит он очень близко к семисотке небольшое отличие в деньгах к сожалению получилось так как не не сделать его на птс это спасаемная техника надо платить утилий он официально одноместный официально а тут просто полуторка это полуторка но официально здесь разрешено одному человеку нет на самом деле в документах он будет как двухместный квадроцикл двухместный вы будете говорить на базу не какая по длине сейчас ходу не скажу надо посмотреть то есть его не удлиняли это коротыш это смотрите изначально в прошлом году был выпущен квадроцикл 700 кубических сантиметров он был короткий длинный вот за вами стоит короткий до на базе длинного на полностью рамы взята от 700 квадроцикла двухместного то есть изначально он как длинный у нас получается рама от 700 ки а двигатель пяти сорта и у нас сколько красота эта красота будет стоить 790 тысяч рублей с электроусилителем 790 тысяч ну скажем 800 и плюс тут и без замечательно пошли дальше кстати говоря а вот этот если будет человек стоять из думать 700 убрать или пятисотку что вы скажете в плюс пятисотки плюс пятисотки тут надо смотреть ну во первых как бы разница в цене там порядка 100 120 тысяч рублей да то есть как бы кто кто-то может позволить себе эту цифру для безболезненно добавить кто-то не сможет надо опираться от цены если вы не ставите сверх задачи по динамичным там ускорением и таскать тяжелые грузы потому что в лошадях разница не очень большая большая разница в моменте да то есть то я бы не стал наверное переплачивать по колечкам у нас это штатные а грязевые какие здесь можно поставить максимально ну мы ставим база полностью идентичная с семисоткой мы на семисотку мы ставим 20 и 28 колеса но я рекомендую ставить 27 колеса то есть 27 да но я бы не стал сильно заморачиваться поднимать большие колеса квадроцикл очень хорошо сбалансирован прекрасно рулится на этих колесах и резина может выглядит не очень зубастый но она сама очищающая если едет реально очень на грязи не поедет поедет не поедет поедет он замылиться это так сказать вот эта резина она может такая слишком универсальная она универсальная но с дифферентов больше на дорогу мы проверяли и смотрели думали что это резина не поедет ставили другую резину да и за нами ехал квадроцикл с такой резиной он проехал а мы не проехали да то есть я уже было в пилоте нет сделаний в пилоте я видел вот такой вот талмуд по выбору резины тоже сетовал на то что резина надо ставить более вседорожную да то есть больно точнее все дорожные более агрессивную для бездорожья да то есть как бы но китайцы убедили меня что эта резина здесь не просто так откуда китайцы знают какую надо резину выбирать у них нет бездорожья они вообще у них нет и рынка в этом тут мы их учим как делать квадроциклы и это есть доказательства он там стоит это же вы их научили все правильно так что где этот талмуд написан большой вопрос а резину я бы сказал бы ребят покупайте 5 сотку ставите сюда за это сэкономили денежки зубастую резину и этот аппаратик будет великолепно и лозит по грязи вот здесь вопрос надо ли это да то есть хорошо не очень и такс 800000 и шаг у нас пока хедлайнер продаж 700 к вот здесь тоже семисотка это короткая семисотка она с обвесом да но предлагаю сразу переведет на материю конкуренты конкуренты четко тебе как он нравится больше вот с этой штукой пластмассовые или он стоит на самом деле что скажешь по этому обвесу давай стоки правильно здесь идет пластиковая плетка поверх уже рамы которые сделаны я не знаю это алюминиевый спорт не алюминиевый это прям реально просто рассказывал очень удобно то что его можно легко мыть я стоял как бы слышал они знают больше чем все наш мэнжер взяты все знают рычаги и соленолоки какие креста вещи все два вынеса скажи второй работаешь уланс и не поздравлю давай 2 минус покажи но не вынос он стоит на штатном месте но не вообще-то классно чешешь отлично как тебя зовут меня дмитрий журнал матов вот клёво рассказал спасибо и кстати говоря вот здесь вот эта штука специально сделано того что при перевороте не повредила а а предохранители и да не добраться до них там но нам сейчас специалист скажут то что я не стою столом же тебе тоже расскажут то что предохранители вы будете с этим что-то делать да сейчас заводом общаемся на предмет того чтобы вынести их поближе потому что сейчас надо открутить вот эти две боковины чтобы их снять надо славить вот эти боковины предохранители оказали как 10 и вот здесь когда ты ставишь вынос радиатора надо его открутить поднять и снять вот этот блок то здесь разобрать чуть чуть больше это не критично но тем не менее мы не хотим останавливаться на достигнутом и хотим сделать еще более удобно никита еще расскажи ребятам а кто это разрабатывал вот эту красоту по моему это же наши соотечественники рисовали до рисовали собственно непосредственно это мы предлагали на завод и на заводе это все 3d модерировали был лепили из глины нам присылали мы опять корректировали ездили в китай согласовывали и пришли к такому результату вот наши товари на наши люди учат китайцев делать квадроцикл а когда вы подрастете вы еще научите наверно самолеты строить спасибо ребят очень вон там журнальчик сейчас я вам подарю журнальчик давай даже нашла а папа папа читайте и подписывайтесь на наш канал журнал мото и тюбчики все пока в комментарии оставь ссылку на свой канал я подпишусь и так и сколько это стоит один миллион тридцать одну тысячу рублей получается самый доступный мат на шагал да да то кого вы видите в своих конкурентах ну на самом деле завода подготовленной 700 ки фактически нет было и есть подготовленный xmr бир пида но его продажи не очень велики за счет того что он короткий мы специально делали длинный и подготовленный квадроцикл а так основные бренды наверное все те же как что ура разве вам не говорили или вы слышали клиенты которые нужно подготовленная версия но коротко чтобы было принципиально ее не заказывали не везли потому что короткие версии обычные 700 ки продавались просто ужасно до сих пор стоят на складах и мы ее принципиально не везли но когда мы выпустили мат показали его и привезли в россию пришли люди оставили предоплаты и попросили именно такая же история как по рынку 80 процентов продаж приходится на двухместные 95 уже 90 лет 5 назад было 80 95 да но сейчас будет контейнер там небольшое количество именно под заказ будем возить короткую версию мат версии плюс-минус сколько всего будет вы собираетесь продать вот такую красоту более тысячи экземпляров хотелось бы за двадцать третий год реализовать на 24 до 24 год более тысячи такая планка хороших пара продаж спасибо большое спасибо большое итак только что закончились вы создание карточки конструктора и спортсмена русской механики мы сейчас помочь им вопросиками удовольствием отвечу тут смотреть какие штучки у него пожалуйста я конечно можно иди сюда мы не будем мешать как тяжело вообще эту штукой рулить да нет привыкаешь ко всему приспосабливаться договори-говори и получаться все так как вам понравилось его выступление очень понравилось можете звезда держи пожалуйста скажи мне пожалуйста у тебя 800 до а то верно а почему не тысячные ну я понимаю то что на заводе нет этого мотора но вам удается даже объехать в гонках больших кубатурных чем от его реально вы как вы что-то там допиливаете есть нет мы в основном работам с подвеской и со снижением веса то есть повышаем удельную мощность так сказать меньше вес лошади остаются те же и получаться неплохо ехать еще скажу потому что мотор 800 и относительно тысячного вот короче мотор оборотистый работа на высоких оборотах коробка именно на 800 моторе в стоке сделано на скорость на динамику а литр он трофейный грязевой у него много момента но скорость у него ниже то есть если я хочу сказать если я тебе скажу давай я тебе сейчас мотор сюда подгоню литровый ты скажешь не он мне нужен я на 800 и всех объеду я скажу я работник завода я пробовал ставить в эту раму литровый мотор но решил от него потом отказаться 800 как искал на сухую гонку прям очень хорошо как профессионал а в своем деле скажи мне я просто всех пытаюсь убедить подвеска сильно меняет вообще управляемость характер гороскозность его понял я все как раз вот подвесками на на первом месте я его пилота от братства пилота то подвеску я ставлю вот господа всегда покупая квадроцикл не только смотрите на двигатель а еще смотрите какая подвеска потому что она как говорят профессионалам она определяет да конечно в процентном соотношении двигатель подвеска сколько я наверно бы отдал 60 40 подвески 60 подвески а потому что если у вас вот супер заряженный мотор там литр 200 когда подвеска не держит но не сможете вы просто ехать по пересеченке быстро вы либо выйдете с квадроцикла нафиг либо просто скорость не разовьете если сами будете бояться теперь такой вопрос смотри вы вы ездите в гонках ралли рейды трофе по колесам колеса какие у вас стоят у вас стоят какой-то отечественный производитель колеса или покрышки покрышки ну нет в гонках мы используем если это ралли на города макси сбегхорн 20 за столько лет за столько лет я отдал предпочтение именно этой резине хороший зацеп на любом покрытие именно связанные с ускорением и она хорошо демпирует это вот мы все в подвеску заносим она сама хорошо сглаживает мелкие неровности и из-за этого руки не устают макси сбегхор 2020 смотри сейчас очень много появилось аналогичные резины с такими же с таким же рисунком как разгадать макси сбегхорн и насколько подделка близко к этому на что надо обращать внимание при выборе каримина жесткость шины трогать вот ну упругости и то есть если вы на пересеченной местности едете дубовая резина вам выбьет руки даже если будут хорошие амортизаторы стоять именно маленькие неровности будут передаваться вибрацией на кисти и они будут такие ну скованные деревянные именно на рисунок протектора то есть между ним должно быть так вот достаточно большое расстояние резина год хорошо там очистятся от грубок но она не будет замыли все правильно а смотри я вижу у вас грязевая резина в каком трофе крайнем а вы участвовали всем челлендж такая и рядышком была гонка ивановска ракетные тропы кто из новичков на китайских аппаратах ты видишь в конкуренты раньше у вас были конкуренты бомба полосы скрэмблер и плюс еще там ямахи набрали сейчас появился только много да да на соревнованиях ты видишь появление а вот этих всех райских товаре трофейных гонках вижу одесс литровые мук про версии достаточно неплохо выступает но мы с ними на восьмисотках опять же неплохо конкурировать 800 к может уж отдать до литр то есть не только в крови в кроссе ну и при хорошей подготовке выборе резина да там грамотных наркелях получается ехать кольцо очень неплохо следующий дом какая золото кагана на трассе 5 встретимся с камазами у всех это самая главная гонка подготовки более крупным гонкам таким как шелковый путь очень и и ждем удачи в гонке и на работе спасибо обещают спасибо вам что то что согласились с нами пообщаться это двигатель трехцилиндровый объемом тысячи кубички сантиметров разработан специально для того чтобы использовать на снегоходах гидроциклах на багги на мотовездеходы он разработан специально чтобы имел компактный размер вес не больше 60 килограмм и мощностью около 105 лошадиных сил мы вот с коллегой я говорю вряд ли то что это делается у нас коллега говорят что нет возможно блок у вас чей сами отливаем сами фрезеруем но фрезеруйте это для опыта образца а в серию серия будем двадцать пятом году производить сами литью в песок или куда данный момент песок в будущем будет отливка под давлением отливаться то есть вы у себя монтируйте целую литейку уже куплен литейный станок сейчас мы начинаем изготавливать пресс-формы мы этот процесс немножко затормозили для выставки чтобы на выставке еще раз пообщаться с потенциальными покупателями потребителями возможно какие-то будут дополнительные пожелания покрепление двигателя еще что то чтобы мы сразу учли это в изготовлении пресс-формы и потом когда будет серийный выпуск мы нам уже сложнее будет что-то изменить поэтому и заранее со всеми общаемся берем какие-то технические задания кому что интересно и в этом году планируем предоставить тестовый образцы двигатель компаниям производителям различные мототехники кто-то гидроциклы кто-то баги кто-то вездеходы у вас уже первые в списке заказчиков ну так нельзя сказать мы общаемся с различными компаниями есть вот питерская компания сайдер есть компании которые они я просто целе не помню название которое делает гидроцикл начинают делать хотят делать начинать беда гидроцикл есть компании которые представители китайских компаний всяких разных имени нет сами дилеры и дистрибьюторы понимает что надо и буду смешать замещением заниматься они ну как бы не только продвигать продукт китайский и они заинтересовались и хотят производить те же самые снегоходы самостоятельно в россии и ставить туда двигатель литровый потому что последнее время идет тренд на мощность более мощные двигатели более мощные снегоходы то есть беломотор сомская механика ирдес они у вас мы с ними общались я встречался с генеральным директором и он и на этой выставке к нам приходил и с представителями с директорами по продажам и техники реконстейл сообщались но пока у нас все на стадии разговоров переговоров наверно пока сирены не стали выпускать возможно может быть сейчас пока не будут может быть но вы говорите что у вас литейка под давлением это значит минимум 10000 производственной мощности да и вы рассчитываете найти рынок таких масштабах но на самом деле я считаю что искренне считаю что когда мы 25 году будем производить у компании русской механики у стелс и у других компаний которые заявили о себе которые говорят о том что несколько тысяч они готовы брать у них выбора не останется давайте если кратко проанализировать какой есть выбор у компании который решила сделать новый вид снегохода что они могут поставить китайцы производят v-образные двигатели он не совсем удобен для снегохода честно скажу он развесовка и там мощность которого них заявлено я знаю реальные отзывы реальные даже сами кто производит они говорят что это пиковая мощность при идеальных условиях верхняя линейка снегохода все-таки достаточно узкий рынок квадрики здесь это совсем будет узко это слишком мощный мне к вода ну что это узкие рынки куда еще вы предполагаете ну нельзя забывать что у нас вторая версия модификация мотора это turbo версия мощностью 215 лошадиных сил вот недавно буквально 15 минут мы общались с компанией который производит лодочные катера различные они хотят производить маломерные катера с водометами которые они уже используют но есть и мы разговариваем по поводу двигателя мощности 200 лошадиных сил которые они как начинку где вы возьмете потому что на литом к коленвалу вы 215 сил не снимете сейчас компания которая производит коленвала нам будут поставлять только кованые коленвалы а это откуда это из турции турция поршня поршня если для двигателя турбового то кованые поршня откуда мы пока вели тестер не на кованых поршнях исты исты и есть компания сам процесс фазы форма камеры сгорания прочее вы копировали или у вас свои специалисты по моделированию по испытаниям ну во-первых прежде чем что-то разрабатывать новое мы изучили то что есть на рынке у нас очень много на производстве двигателей от мировых брендов от yamaha rotax polaris дукати они половина из них распилены вдоль и поперек внутренности камеры сгорания каналы масляные где как что идет масляные насосы сухой карты такой карты после и более того нас команде работ специалисты которые занимаются тюнингом есть кому есть люди которые там жили за рубежом обслуживали заводские спортивные команды двигателями потом вот вкус тот же самый мы распечатали на 3d принтере совместно с институтом выбрали наиболее кпд которые выше всего при этом мы отдавали и от ямахи и от rotax и с каким институтом к и пока и есть специальная машина тестовая расшифрую казанский авиационный институт казанским ценность это наверное 10 версия гбц перед этим у нас там как бы кучи других было вариантов разные камеры сгорания и мы вот путем почему он мы вот много лет им занимаемся и вот пришли наконец-то потому что предыдущие версии мы никому не показывали потому что они нас не удовлетворяли по качеству по характеристикам и так далее в конце концов мы добились того результат который нас стал удовлетворять и мы поэтому приехали на выставку много лет занимались а вы сами вот где откуда собрались чем занимались до этого мотора вы ваша команда ну вообще история вот разработки двигателя появилась больше шести лет назад я так как раньше и сейчас увлекаюсь всякой мототехникой я обратил внимание что в россии не производится очень много вида мототехники и вообще если что-то производится ставится двигатели китайского производства например взять русскую механику они некое время назад использовали на своем снегоходе барс тайга 850 был такой двигатель вебер потом они его перестали изготовить почему потому что доллар с 32 перескочил на что-то они убрали этот мотор и у них а вода и соответственно я подумал почему было бы здорово если бы в россии производился двигатель который можно было продавать той же самой русской механики стелсу и другим или может быть самим что-то производить те же самые вот опять же а вода с не поставить гидроцикл он v-образный неудобный в китае очень много производства двигателей очень большой выбор от 50 кубиков до 700 а если брать больше кубички там брать 800 до 1000 кроме v-образных или там двигатель черри автомобильный вы ничего не найдете соответственно этот рынок который еще не захватили китайские компании мы поэтому поняли что вот именно вот та узкая ниша это наша ниша который еще как бы то что с утоку с автомобильчиками вы не общаетесь по поводу двигателя автомобильного ем и следоваться уходили пока нет дело в том что у нас если есть компании которая производит какой-то технику активного отдыха но автомобиль я не видел просто компании кроме кто автовазом занимается я просто не знаю никого ну как-то вы из казани знаменитый татарский клан камаз гумеров с такой у них же проекты сейчас поликовым автомобилем ну как-то вот во-первых про нас мало кто знает на самом деле мы занимались разработками у нас был сайт но мы особо себя не рекламировали и просто занимались просто первый раз на выставку первый раз что здесь российского так отливает а сами отлили каленвал турецкий а что российское проще на сказать что не российского что не российского это форсунки форсунки катушки датчики вот вот этот вот коленвал все остальное это продукт частично продукт автоваза частично это продукт наверно пару вещей которые используются наверно автомобили которые массово продаются в россии там это или ки или хундай цепь грм это вы гранд грм а здесь стоит китайского производства пластинчатая цепь после 4 до 8 по моему звенью вот это все менять нет она устраивает а поршни клапана если в россии производится мы конечно будем пытаться но мы пока не не нашли такого поршни клапана поршни вазовские 76 половиной двигатели база ства то есть вы изначально рассчитывали на вазовскую размеры столько уменьшили ход более краткохода сделаны мы взяли оптим мы считаем что вход вот поршни 73 миллиметра и диаметр 76 мы считаем что это соотношение одно из самых оптимальных и по моменту и по мощности будет по двигателю и если говорить про комплектующие вазовские вот этот поршень он я не знаю насколько он российский делает федерал могу или федерал резерв сейчас как делал могу делать для автоваза и вот то есть у вас собственная разработка собственной производственной мощности а кто инвестор вы вы сами то есть вы не подключены ни к федеральным программам кредитования не к большим инвесторам то есть вы с вами по своей инициативе это ваша разработка ваш бизнес и вы вы самостоятельно ходите на рынок у меня был бизнес который я продал и деньги вложил вот в это направление но остаюсь только вы восхититься вами ориентировочно цена 280-300 тысяч таком тираже сейчас как бы сложно сказать оценить перед пока будет когда будет серийный выпуск или перед перед серийным выпуском будет точно сформирована цена потому что у нас меняется постоянной ситуации стоимость запчастей так далее ориентировочные при тиражах 10 тысяч сколько будет примерно мы будем стремиться чтобы это было ориентировать если сухим картером это будет ориентировочно 280 тысяч рублей а с мокром а с мокром с мокром мы со временем хотим отказаться от этой комплектации и не не производить если с мокром будет 260 понятно просто я смотрю для разной техники у вас на разные версии и сухим и мокрым картером кстати масло насос для сухого в россии вроде бы будем не производят с вами наша разработка ваша разработка ваша же производства это тоже детали будет отливаться под давлением сейчас понятно что единичный зимплярах мы сделали как бы больше на теплую станке но для серийного выпуска это спасибо вам большое я восхищу спасибо вам мой почтение будете запустить серию позовите обязательно спасибо спасибо друзья привет сегодня мы на выставке фото весна и помимо мотоцикла здесь также еще присутствуют автомобили вот мы встретили ребят из синдиката вот александр расскажет нам непостановочно поздороваемся они постановочим поздороваться расскажешь нам про свои автомобили которые они строят на своем канале тоже обязательно подпишитесь мы укажем ссылку на канал там вас много канал у нас мастерская синдиката вот соответственно вот их автомобиль бмв очень прикольного цвета розовая вот расскажи пожалуйста какие трудности были при постройке автомобиля как вы ее забирали а по сути автомобиль купила и строила моя девушка но она сидится рулем греется и самое сложное было во первых ожидание машины потому что заказал машину и сидишь ждешь непонятно чего придет тем машина не придет в каком она состоянии окажется наши знакомые кто нам помог ее привести часто бывали в такой ситуации что им приезжает машина там ну двигателя вода в тормозной системе вода соответственно встреваешь на папку здесь было важно чтобы автомобиль приехал и у него были только от повреждения что вот были заявлены на фотографии до в америке но к счастью нам повезло там повезло были сложности в моменте пленки это необычная пленка она сделана в ограниченном тираже это лимитированный дизайн и минуты пленки цвета и соответственно сейчас даже если вот и дай бог покоцать крыло достать эту пленку невозможно все ее нету а какая-нибудь бронь поверх да 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 она сама пленка винил сверху затянута полиуретаном тогда получается защитил сегодня боле но сегодня нет но ситуация на рэкс охраняйте охранять чтобы никто на место вот мы стоим везде любите таких у нас много конечно не все не все понимаешь так делать нельзя да да увы помимо этого по машине увеличили мощность сделан чипченик двигателя ориентировочно 300 с копейками лучадиных сил установлены down pipe и и кастомные колеса дизайн полностью с нуля делала моя девушка вот с компанией весу как раз таки это кованые легкие диски немножечко похоже на гениталии мужские но на самом деле дорог я помню эту шутку да это логички это сердечки это сердечки цветочек и рок единорога и в принципе все особо больше никаких изменений делали но обвеса губа там по стандарту типичный стартер пак бмвш ником я понял я понял пары сердечками тоже сделали это вчера да она поехала к нашему знакомому да снизу обычный слой защитной пленки сверху идет пленка которая затемняется при ультрафиолетовых лучах не изнутри это поверхность это поехал сюда то и сейчас есть и стемнеет не будет солнце не будет цветового дня она станет полностью прозрачен речек не будет видно вот кстати прикольно я поняла по выходной системе что мы делали дом пайпы дом пайпы и отстрелы прошили и такие легкие забавные здорово здорово ну на каких-то гонках она будет участвовать как гонять или там не здание вряд ли это не гоночный автомобиль то есть в основном она будет просто кататься по дорогам да 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 дрифт боком давать я какой полный привод я понял я вечно в этом вопросе не разбираюсь я повседневный полноприводный автомобиль у которого откидывается крыша она очень хотела на купила сделала это прям очень здорово когда открыт откидывается крыша особенно летом сейчас когда будет теплее мы уже успели покататься пока теплые дни были уже кайфанули открыли сезон это здорово слушай ну расскажи какие-то еще проекты будут какой-то не знаю что готовить новенькое или секрет пока да у нас есть один проект который мы за секретом я не буду его рассказы сейчас мы пытаемся разобраться с теми ведрами которые покупали вот эти 12 машин последний видос наша половина уже продано половина большая часть завелась даже а это которые вы забирали на дачу константину мужа мужчина да там собирала там вообще с ними делать а волга вот это вот расскажи про некоторые волга на ходу ее отсняли сейчас конкретно не делается дизайн вот и от химчистили ну так но вы будете ближе к стоку приводить или будете как-то кастомизировать изменять ее а не сама машина будет полностью стоковая но внешне будут изменения там будут наклейки с тематикой кгб ссср огонь огонь а вот будете восстанавливать функции тумблеров которые там были секретные они в принципе там подключены но они многие не задействованы потому что они за отвечают за освещение за какую-то спецсвязь который там нет но вы будете как находить устанавливать или как мы попробовали потыкали те что есть они как бы остаются работы на кабану скрыт связь а где-то возьмешь чтобы она заработала можно какую-нибудь другую функцию придумать например просто фактор работы тыкнул тумблер ухо бы туз колонка в плюсе вот где-нибудь я думаю это не основное что нужно этой машины хорошо вот расскажи я помню у вадима есть бмв который очень долго останавливает он это делал моего дедушки нет там еще он будет делать очень долго постройки в связи с тем что кузов но в таком состоянии все равно с дырками я снова в сочине и отвезли к алексею я понял хорошо а он по себе оставит поставят да 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 сто процентов я понял слушай а вот скажи в рамках это выставки вы вы как участники получается у нас ребят пригласили вот компании весов то что диски выстрелить почему нет хорошо слушай а по форсажу ничего не сможешь рассказать я думаю что это не будет моей компетенции рассказывать канал да 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 честно с моей стороны с ним очень тоже интересно по поводу скалой тоже поговорить этот проект у них очень интересный да красивый хороший проект согласен вот еще по поводу волки тоже было интересно когда восстановить что будет волки волка нет я вот на такие выставки привозить мне кажется просто это будет если у вас большая часть парковки муниципальные которого за сервис заняты нами и как бы слишком много машин сейчас который хочется оставить но они варианты нужно я понял что вы будете когда расширяться как сервис я помню что вы же раньше были как рукожопы условно рукожопа какая-то у вас есть ваш сервис где вы делаете машины самостоятельно и так далее а планируете делать какой-то свой сервис где у вас будет бригада ребят которые будут делать тачки тут как вот форсаж делать команду у нас так или иначе есть команда просто мы это особо не освещаем у нас есть естественно ребята что она помогает конкретно работаю сервиса на людей то есть приехал на машину такого у нас не будет но пока что точно потому что очень большая ответственность я понял вот скажи вот ваш канал почему движется вот именно какая ваша больше целевая нища если у форсажа тюник уже кича нам развлечения разные там он да там маски надевает людям они там ходят туда и сюда там у ребят которые джентльмены или там дальнобой и так далее вот у вас вы восстанавливали машина как правило покупали восстанавливали вы планируете делать какую-то еще узкую направленность тоже какой-то соусичку создавать еще одно необычное но в принципе у нас канава специализирована треш садами и что-то умное то есть в принципе канал несет немуристический характер но при этом мы стараемся чему-то иногда людей учить что сами знаем как бы неоднократно уже ребята ходили такие спасибо я там за вами слежу чему-то научился в гараже минута когда вадим рассказывать что-то интересное камеру да 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 главное с умным лицом это делать его моменты истории пробуем вы или еще про что-нибудь он так прям за да 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 минутка экспертности да 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 то есть вы получается будете больше вот в этом направлении нам интересно восстанавливать машины после простоя простое но там все равно разные какие-то случаи я поднял что хорошо спасибо большое спасибо 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 всем привет второй день выставки мотовесна 2024 это не только закрытие площадки но и открытие площадки здесь есть такие необыкновенные люди очень крайне интересные как скорее просто я не знаю вот какой-то космос взрыв по мозгу скажи мне пожалуйста стоит вообще чем это едят ты занимаешься всем привет меня зовут степан скару я автомобильный и мотохудожник я разрисовал но я не знаю очень большое количество тачек по россии не только и сегодня я занимаюсь тем то что я разрисовываю для меня необычный формат именно формула и все это экспромт то есть я делаю это как рука пойдет эскизу меня нету просто вот как идет так идет всем голове да то мы занимаются думаю лет вообще рисую баллончиками с 2008 года но на автомобилях и на технике начал рисовать наверное лет 7 назад но я всегда любил автомобиля тюнинг мотоциклы и больше всего я люблю еще рисовать соответственно я нахожу во всем вот этом то что связано с мотором частичку чего-то творческого и люблю это модернизировать то есть элемент как скультуры мой девиз вообще автомобили как холсты хорошо это лишь как-то монетизируется на что ты живешь вот я живу как раз только на это исключительно на мое творчество то есть ты человек который живет благодаря своему творчеству у тебя у самого есть машины или мотоцикл ой у меня очень много разных тачек было сейчас я остановился на обычном повседневе но как сказать обычным это дайкатсо каст стайл это японский кейкар супер маленький и супер проходимый вот сегодня смог припарковаться просто заехав между штокбаумом вот но не к этому а так все автомобили которые мотоциклы у меня есть я всегда их модернизирую то есть у меня в заводском состоянии к сожалению или к счастью я не могу оставить вот посмотрите коллеги друзья зрители подписчики люди супер экстраординарные связаны с мотоциклами с машинами человек живет в своем мире мире которого многим надо хотя бы просто прийти и увидеть потому что нет их скидок есть только внутреннее ощущение себя творческие люди они такие спасибо тебе огромное спасибо я тебе желаю процветания успехов побольше заказчиков клиентов и побольше внутренних хороших спасибо большое взаимно Роман приятно вас увидеть второй день выставки мотовесна 2024 и мы продолжаем исследовать кастом зал Роман расскажите пожалуйста что это такое это реплика гоночного индиана 1919 года сделанная по технологиям тех лет то есть рама ваянная латунью деталь из паковок и труб весь крепеж соответствует тем годам то есть это винтики под шлицевую отвертку латунные гаечки какие-то латунные болтики у него использовано много винтажных деталей старинных то есть сиденье старинное французское педали резиновые английской фирмы philips тоже очень старые но живые еще вполне и изюм это свеча зажигания магнете morelli которую выкопали когда-то в земле и очень много лет также у него латунный пензофран английский и общая как бы идея мотоцикла такая что если вы на него посмотрите вы не поймете что это что-то новое и вообще самодельное что вы увидите настоящий винтажный гоночный мотоцикл столетней давности если честно он мне напоминает на самом деле больше старый велик вот расскажи пожалуйста вот касательно например цвета она специально здесь так покрашена как будто ну в историческом стиле или это изначально такое самые первые гоночные мотоциклы они были с великом по сути это мотовелик двигатель у него использован современная копия китайская нашего веломотора серии d только объемы у него 80 кубиков на самом деле это и не важно даже как он едет сам факт что он едет тоже не сильно важен а важен вот как он выглядит и создает впечатление именно старинного мотоцикла получается это полностью уже практически историческая память это отголоски исторической памяти это это реплика новая сделана чтобы вот этот сохранить вот этот дух в которой вот именно вот этот дух мотоциклизма сконцентрирован потому что когда-то на таких мотоциклах дядьки в кожаной экипировке гоняли по дощатому треку без тормозов получается родоначальник байкерской истории по сути да слушай ну звучит круто расскажи чем вдохновлялся почему почему ты его вообще сделал что тебя на это вдохновлялся я именно старинными гоночными индианами начало прошлого века изучал архивы изучал технологии изготовления линии проникался этим дизайном и вот мне удалось как бы этот дух все-таки воссоздать он правильно я понимаю полностью рабочий полностью рабочий сейчас его можно сесть и поехать до его вилка рессорная она настоящая то есть это не муляжная муляжная по сути это только масляный бак вот этот вот с масляным насосом а вот остальное все настоящее слушай расскажи поподробнее вообще вот можно да здесь также как на обычном байке крутится ручка получается здесь сцепление верно то есть выжимаешь сцепление до разгоняешь педалями его до какой-нибудь уже устойчивой скорости бросаешь сцепление он заводит не наблюдая здесь тормозов расскажи есть они вообще не должно быть но у него задний тормоз велосипедного типа давим педали нога и он останавливает педали назад да да но он остановит суши но звучит на самом деле очень по-панковски мне очень нравится слушай классная работа вот продолжай в том же духе спасибо мы продолжаем исследовать на мото весну 2024 продолжаем гулять в кастом зале вот константин создатель этого шедевра константин расскажите пожалуйста что это за байк значит перед нашей команды изготовить байк ну красивый соответственно черный как все бмв но задача была поставлена сохранить все системы безопасности чтобы это был абсолютно рабочий работоспособный мотоцикл для езды на каждый день абс трекшн система подогрева ручек всего прочего чтобы можно было каждый день пользоваться ну и поставленная задача была сохранить внешний вид из мотоцикла 50-х годов я понял расскажите пожалуйста что здесь по электронике вообще как он современных технологий или что-то более олдскульно здесь все абсолютно то что придумали немцы это абс этот трекшн это электронно регулируемая подвеска это подогревы ручек свет все это без никак без каких-либо изменений но переделана полностью рама переделаны полностью крылья фары сиденья как бы выхлопная система все это сделано для того чтобы мотоцикл был харизматичный и привлекал внимание но он выглядит действительно солидно расскажи пожалуйста во первых что тебя побудило на создание данного мотоцикла что чем ты вдохновлялся вообще что ты переделывал конкретно ну я как кастомайзер уже довольно взрослый человек и когда в 70-е годы меня папа катал на урале мне это очень понравилось и вот я сейчас себе могу позволить ну изготовить вот такой вот новый красивый большой урал урал в кавычках я тебя понял слушай расскажи вообще как он продается ли ты это сам для себя как хобби для личной коллекции этот мотоцикл возможно если кто-то захочет купить будет продан конечно вот потому что коллекция 9-10 мотоциклов это уже много как бы это перебор и на нем просто некогда есть понятное дело слушай самый наверное интригующий вопрос если уж продается то насколько демократично будет цена просто все здесь стоимость доллара на сегодняшний день плюс стоимость дополнительного тюнинга плюс стоимость работ ну ци ценник выходит конечно ну для кого-то кусачить для кого-то нет сумму называть как-то неудобно ну само собой я тебя понял что же давай посмотрим то следующий байк следующий проект пожалуйста вот этот следующий но он выглядит как-то более футуристично по сравнению с этим он более винтажный а вот этот уже что-то новенькое у этого мотоцикла следующая история это мотоцикл из кортежа президента он отработал свое свои положенные годы сопровождении нашего первого президента потом гараж пасово его продали его продали его ужасные кастомайзеры попилили в ужасный скрэмблер у меня есть фотографии это просто был страшный мотоцикл и они от него устали он у них стоял в гараже и они его за символическую сумму продали у нас стояла задача из кирпича сделать ну кто в теме понимает что такое кирпич кирпич на бмв к серии первых серий вот у нас стояла задача сделать из кирпича не такой кирпич как делают все обрубок кафе рейсер без крыльев и без ничего значит мы подошли к этому делу очень серьезно мы пригласили в первую очередь промышленный дизайн плотников александр вот пригласили промышленный дизайн нам нарисовали мотоцикл на бумажке попросили свести все линии как положено было как все после этого ну просто взяли и заказали на предприятие которое профилируется на изготовлении детали из карбона полностью весь карбоновая это карбон но выглядит очень привлекательно да и это было 3d моделирование пластилинная лепка лепка из карбона ну а соответственно наша команда ну вместе с молчановым романом совсем у нас группа из пяти человек изготавливала переделали все на этом мотоцикле кроме двигателя то есть вилка марзочи задняя подвеска от 1500 гуся колеса от гуся то есть подножки от найти вот это вот от 1000 лотова гуся от нового руля 1250 гуся то есть мы собрали из новых компонентов мотоцикл скажем неплохой я понял а расскажи пожалуйста а чей двигатель вот я так понимаю он оригинальный это двигатель абсолютно оригинальный bmw еще в свои 80-е годы взяла за основу двигатель для к серии от peugeot сначала не сделали литровый потом литр 100 потом сделал литр 200 ну нам попался вот литр 100 промежуточный двигатель который ну как бы очень хорошие мягкие дружелюбные и этот мотоцикл тоже сделан на каждый день задача была чтобы он не закидывал водителя водой чтобы у него была эргономика на нем очень удобно сидеть но и самое главное это промышленный дизайнер нарисовал на вот эти все плоскости и все грани и мы его смогли повторить и теперь александр плотников в нашей команде а теперь александр плотников в нашей команде получать поздравляю александра со вступлением слушай я правильно понял что александр как дизайнер верно да слушай выглядит на самом деле просто великолепно вот достаточно современно расскажи мне пожалуйста а что у них вообще по ходовой способности что быстрее вот это или вот это есть какие-то ограничители вот если взять какие-то характеристики то это вообще разные мотоциклы небо и земля это видно это дорожник оппозит у которого ну пред максимальное развитие следующее это уже водяной идет такой же r1200r это тупиковая вещь которая остановилась и они после вот этого двигателя уже поставили 1300 вертикально поставили 1600 ну скажем вот это средний дружелюбный мотоцикл хороший спорт ну а это старый оппозит скажем да это вообще произведение искусства а это что-то современное это да это мы старались сделать современное на каждый день что можно было прохватить 100 километров от города вернуться приехать в центр города поставить его и что все подходили и удивлялись форма в линии и содержание слушай я понял а наверное последние два вопроса дам расскажи пожалуйста здесь спинометр или что это вообще за экран здесь это мотогаджет обычный мотогаджет обычный мотогаджет который показывает обороты скорость там все что нужно все что необходимо пока я понял ну и последний вопрос я хотел бы тебя задать расскажи это тоже продается да потому что у нас команда работоспособная есть задумки сделать еще много мотоциклов сделать предсерийные мотоциклы поэтому мы потихоньку делаем проекты радуемся испытываем их а потом в принципе ну готовы их отдать хорошие руки слушай не могу закончить тебя спрашивать расскажи пожалуйста что у тебя в планах что-то что-то интересное есть любой кастомайзер начинает с индивидуальных проектов пытается их ну внедрить в жизнь как-то реализовать ну а потом как у всех производства ну само собой что тебя ожидать нас в следующем году не знаю это секрет а я уж думал инсайдерская инфа будет нет 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 это секрет будут еще в следующем году пару мотоциклов есть надо делать слушай ну отлично получается буду рад тебя встретить здесь следующем году и на других мотофестивалях всегда пожалуйста спасибо большое за интервью всего доброго олег словинский компания universal motors насколько я понимаю вот эта прекрасная итальянская марка появилась пакете брендов компании universal вода в этом году провели переговоры было непросто но теперь мои держатели марки ломбрето на российском рынке представляем ее сейчас занимаемся сертификации ломбрето три серии серия в это 50 125 и 200 кубов серия x 50 и 300 кубов я думаю самая интересная серия g это будет модель g350 с объемом двигателя 350 кубов достаточно мощные скутеры качественно сделанная итальянский дизайн пожалуй самая старая марка скутеров наверное в мире с 1933 года она начинает свою историю появилась даже раньше чем vespa и конкурировала с ней всю жизнь понятно за что выбрали этот бренд за его историю в первую очередь за качество традиции и потому что сейчас это очень инновационные скутера с новыми моторами которые производят завод гаакин инжекторные полностью электронное управление всем возможным электронные ручки газа электронное табло оригинальное приложение на телефон ну красота иконы стиля ломбрето было и одно из таких основных решений что ломбрето есть своя линия одежды которая была популярна в англии германии в италии в том числе и даже в россии каждая страна будет разрабатывать свою линию одежды и мы тоже ее представим то есть соответственно и скутеры и аксессуары одежда скутер аксессуары и отдельные линии одежды отдельное дизайн-бюро для этого работа за самую дорогую 350 какая примерно цена вырисовывается порядка 650 670 тысяч это уже будет цена в розницу вот на сегодняшний день по курсу это неплохо это прямо гуманный ценник и когда примерно ждать уже вот появление в салонах чтобы можно было купить продать мы ожидаем конец июля начало августа эти скутера в принципе эта тема больше в двадцать пятый год до тема как следующего года но мы здесь выставили чтобы посмотреть насколько марка популярна и интересна оказывается ее помнят у многих эти скутера есть кто-то их привозил о бывшем потреблении еще там с разных рынков с японского в том числе с европейского было много скутеров интерес есть и надеемся она будет популярна и займет достойное место своей конкуренции на большом мотор рынке но это коммерческий проект или это больше для души нет это коммерческий проект то есть вы видите в нем продажи деньги и прибыль да в нем строится своя дилерская сеть оговорено уже много салонов есть дилерский прайс так что мы приглашаем дилеров а брендбук будет такой прям злобный или мягкий относительно мягкий хотя и там зал на 100 метров под эти скутера строить не надо нет но должна будет одна небольшая зона оформленная по брендбуку и смотр салоны будет утверждаться в англии потому что владелец бренда это англичанин все строго ну достаточно лайтово но тем не менее что-то придется сделать то есть мы не хотим чтобы они продавались спасибо большое а ничего что мы пишем а вы тогда делаете мы дописали скажи пожалуйста есть ли реальный шанс что и толджет появится официально в россии до более того мы как раз таки за этим и приехали чтобы его представить здесь на российском рынке посмотреть этот сегмент если необходимость в нем и собрать информацию просто наблюдая за этой модели уже наверное лет пять-шесть вот она все более более серийной становится но к нам приезжала чуть-чуть там по чуть-чуть видимо каким кружными путями но вот это есть шанс что прямо будет сертифицировано возиться суда там через какое-то представительство или через дистрибутора и там стоять в салонах продаваться да в этом году успеете очень надеемся более того мы в этом году уже и везли сюда и она в пути и она в пути так что будет по кубатором представлена будет 125 200 и 300 это вот сейчас флагманы 300 самая такая относительно по дизайну они все примерно одинаковые просто мотором отличаются скажите вот скутер без облицовок это прям ваша фишка тоже все остальные пытаются все вот это спрятать под пластиком то есть специально показываете да а зачем это красиво ну то есть это просто техно порно или это что-то доказывает назовем так это например на мотоцикле есть красивые детали которые стоит показывать стоит оказать это как платье на женщине она была полностью закрыта а есть вещи которые может быть маленькое черное платье красивые детали красота деталях ее стоит показывать и metal jet как раз таки и делают именно флагмана это ну насколько я понимаю вот это передняя подвеска это задняя подвеска еще и там не вилка а консоль стоит то есть тут если его разобрать на инновации то можно будет энциклопедию написать небольшую да он считается одноместным или двухместным считается двухместным назовем так вот полторашечка но это все-таки наверное единоличник вдаль куда-то на нем вдвоем ехать никак нет необходимо его довести до дома можно нужно я сейчас покажу просто вот это подножечка для заднего пассажира но минималистично мне кажется даже на дукате понигали больше места было ясно какие-нибудь электронные системы а б с трекшн да а б с бош трекшн нет необходимости нету потому что здесь потому что главный мотор и вариатор да да но морит мотор также подвержены все тюнингу это мотор я за 300 детей которые устанавливаются и на веспах также а то есть как бы это тоже примерно имеет общие детали с веспой но просто выглядит агрессивнее да не классическая также он подвержен тюнингу все подходит и тюнинг наверняка есть и итальянские там и китайские тоже да этот мотоцикл был создан для азиатского больше рынка так как в малайзии таких вот азиатских странах там очень насыщен азиатский рынок япония китай там присутствуют большем количестве и вот итальянцы они взяли решили выпустить в таком ключе поэтому алиэкспресс нам очень сильно помогает и большую часть продажи идет на азиатский рынок и еще такой вопрос флагман который трехсотка что по деньгам ожидается пока что миллион с плюсом какой плюсик будет непонятно и еще у них сейчас самая интересная модель это они делают 700 кубов 700 кубов она будет в том же кузове или просто чуть больше там кардинально изменена передняя подвеска так как этот эта подвеска она не будет не может выдерживать огромных скоростей которые надежда не в скорости дело в диаметре тормозного диска диаграмм тормозного диска также у него получается и по вылету будет другое и все-таки эталжет он идет свою историю из гонок эту модель полюбили ребята которые с гонщиками именно скутеристы и они максимально стараются все сделать компактно мощность спасибо большое желаю вам найти хороший дистрибуторов и ну не так чтобы завалить весь рынок но привести чтобы всем хватило спасибо большое всего доброго сергей представитель семьи тартарини в россии замечу что это не продукты концерна это нормальный итальянский семейный бизнес сергей как массимо с товарищи поживают отличное здоровье супер в полном расцвете сил мужчина и очень желает работать в россии ему до у него долго не получалось сейчас наконец у него пошло как на конвейер удалось найти с финансированием серьезное да ему несколько раз патологически не везло да сейчас все отлично все супер и мы здесь завод живет поставки есть я думаю скоро и талжеты появится здесь в россии да ребята я думаю так и будет добро вот про этого скутера 150 кпт я вам рассказывал и вы посмотрите тут одинаковая фара и вот этого скутера который чуть-чуть побольше можно от того в потоке не отличить тем не менее это та новинка которой не было еще вчера стенд открывался без нее но сегодня ночью они прилетели в аэропорт шереметьево их сразу же сюда привезли это кпт 350 мотор одноцилиндровый инжекторный 350 кубиков 4 клапана ехать должен бодро по железу он очень похож на скутер qj ford 350 но у него совершенно свой дизайн своя комплектация и какие-то свои фишки естественно есть все что есть у современных скутеров там огромная приборка телевизор мультики показывает доступ без ключа вот у него такой электронный брелок типа мы его открываем и после этого он у нас и приборкой сможет вот так вот показать нам рассказать что он настоящий лифан а не черти что такое и надеемся что ехать будет бодро 350 кубиков по деньгам ожидается ровно 600 тысяч рублей поставки я думаю что будут не скоро я бы надеялся где-то на июнь июль это такая тема не быстрая но приедет обязательно вот такая новая 350 ков скутерах у лифана но и это еще не все те две модели про которые я вчера рассказывал они тоже прилетели тем же самым самолетом вот это из них то что побольше это лифан с рт 550 x если в него внимательно посмотреть то будет видно что в нем есть корни от qj а в действительности это qj srt 550 x но из-за того что qj пока сюда их не возят лифан подсуетился эту модель ввез под своей маркой соответственно рядная двойка qj вская она же бенелевская 550 кубиков сдвиг шеек как делался для мв агусты то есть двухсот семидесяти градусный интервал получается привод заднего колеса само собой цепью светодиоды стекло стекло по высоте не регулируется есть вот такие щитки которые оптимизируют поток от туловище немножечко в стороны удобное сиденье багажные рамки сюда крепится платформа для центрального кофра в общем это такой стандартный 550 кубовый туристический мотоцикл эндуро сделаны по европейской спецификации а2 35 киловатт будет для этого мотоцикла доступна отдельная прошивка которая его раздушивает чтобы было там сил 55 60 в моторе пока непонятно пока декларируется только сорок семь с половиной как положено по категории а2 ну вот в принципе ничего особенного в этом мотоцикле нет кроме того что у него здесь написано лифан обычно мы привыкли что вот в таком дизайне это либо бенели либо qj но здесь то же самое лифан почему потому что бенели qj или фан входят в один большой концерн который называется джили поэтому есть такое пересечение моделей и в таком же виде этот мотоцикл еще на нашем рынке будет как шармакс то есть это вот у нас совсем санта-барбара но надеюсь что как бы продажи какие-то будут а вот это серенькая штука это уже чисто лифановская вещь это лифановский мотор тут никаких пересечений с бенели нет это собственный дизайн это kpt 400 рядная двойка инжекторная по мощности чуть меньше чем там там заявлено 48 сил а здесь при 100 кубиках даже при 150 кубиках меньше но сил 45 заявлено он дальше крутится и в принципе разница по цене получается 100 тысяч рублей за 400 ку будут хотеть 600 а за 550 ку будут хотеть 700 что вы не получите за эти 100 тысяч рублей вы не получите 150 кубиков мотора но в целом вы получаете нормальный человеческий мотоцикл удобный двухместный с хорошей ветрозащитой с таким же количеством тормозов с таким же возможностями по преодолению больших расстояний но здесь колесики литые здесь шины менее такие внедорожные и поуже тут переднее колесо 110 задние 160 получается а еще чем этот мотоцикл приметен тем что при его рисовании отошли от идеи вот этого вот утиного клюва которые сейчас лепят ко всем туристическим эндуро и эта тема честно говоря уже поднадоела здесь пошли примерно по пути харли-дэвидсоновской пан америке сделали обычную плоскую морду в фаре три мощных линзы 1 дальние две ближнего света и металлический бампер дуг закрывает и морду тоже на него можно вешать дополнительный свет и это будет хорошо то есть по дизайну здесь хоть какая то есть самобытность и как мне кажется этот дизайн получился неплохой и того 400 к за 600 550 к за 700 и скутер 350 за 600 тысяч рублей вот такие у нас новинки лифан которые все таки доехали до этой выставки слава богу и мы можем у них уже говорить как о мотоциклах которые есть в наличии которые можно пощупать немножечко захотеть и даже внести предоплату если вдруг вам понравится с лифаном на сегодня все стенд русской механики перед нами главный конструктор александр сергеевич да можно просто александр а русская механика это пожалуй уже один из немногих производителей в россии которые делают и квадроциклы и снегоходы по полноразмерные серьезное предприятие одно из самых крупных чем русская механика порадует своих почитателей потому что фанаты есть бренда что вы им предложите в новом сезоне зимой и сейчас летний но сейчас начале сезона значит наш флагман квадроциклетного направления это тв 800 т значит сегодня 10 новых цветовых гаммах такой стиль милой милитари у нас образовался в результате работы над цветовой гаммой да у вас тут как согласовато да 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 это новая корпоративная линия карго это отдельно корпоративный цвет для линейки вот две модели здесь и вот чуть чуть дальше значит черным бампером надо для новых наших пользователей новое цветовое решение 24 цвета уже сегодня на рынке плюс здесь уже как мы уже говорили значит блоки управления мы сегодня еще совершенства программ управления двигателя мы будут определенные подвижки с точки зрения и силовых характеристик мотора можно сказать что сегодня на этом моторе уже по стендовым испытаниям значит 81 82 лошадиная сила если перевести к нормальным условиям где например 79 78 лошадиных сил 800 двигатель все ждут тысячный но тысячного нет теперь вопрос что вы можете противопоставить своим прямым конкурентом который прям хлынули из китая сейчас на рынок что вы как как вы условно говоря что должен сказать продавец рм 800 т пользу своей техники если ему скажут да зачем нам нужно 800 к если есть 1000 если технически правильно и обоснованно подходить к оценке во все моторов наверное нужно четко давать потребителю объяснения что не нужно метро мерить в литрах это не молоко значит нужно мерить в лошадиных силах и крутящих моментах сегодня по тем динамическим характеристикам которые мы видим у себя на сценах 800 и мотор который стоит на квадре настройки центробежного регулятора значит позволяют достигать характеристик не хуже чем на литровом ну доказательства очень простые мы видели прошлый год да и чемпион россии алексей зверев это доказал неоднократно я думаю что в этом году мы подтвердим эти результаты на следующих соревнованиях и увидим результаты нашей работы то есть к новому сезону мы готовы значит сегодня дефицит техники есть рост растет регионы ждут дилеры ждут задача завода сейчас максимально нарастить оборудованному пуску техники теперь а зиме да мы к зиме еще перейдем я еще вот по этой технике полетий потому что хорошо дефицит есть вы готовы продавать а вопрос по запчастям кстати говорят сколько у вас локализация какая уже степень локализации соответственно на что может рассчитывать потребители техники например покоцанный пластик еще что-то бампер погнутый сколько ему запчастей ждать но естественно редуктора и по мотору но с точки зрения пластика ждать абсолютно ничего не надо пластик весь производится внутри компании значит свой участок термопласт автоматов мы четко даже сверху производим пластиковые если есть какие-то проблемы вообще не вижу проблем с точки зрения производства хорошо ограничения задача оформить логистику и у каждого дилера просто должен лежать запас пластика и цветового набора который есть потому что активный сезон начнется пластик скажем так я дал шанс вам уйти потому что я знаю да у вас есть производство а что по запчастям силовым там мотор редуктора что по мотору тоже сложности не вижу мотор возим не первый год значит наверное уже по скромным оценкам и 10 лет ну по крайней мере 78 точно поэтому парк запчастей сформировал мы понимаем какой идет спрос единственно вмешиваются люди которые покупают запчасти на на к сожалению ротокс и бывает что вымывают со складов запчастей значит сегодня дорогостоящие детали на цену нас относительно стабильный поэтому поскольку детали за им заменяем ниже коленвалы могут уходить но в принципе запасы время пополняться то есть можно сказать налаженный то есть можно сказать то что двигатели но уже давно на рынке запчастей уже достаточно скопилось более чем болячки нет то есть а это получается одна из конкурентных особенностей вроде бы минус то что уже давали на плюс до с другой стороны плюс мы я увидел тут вот такие вот накладочки то вообще откуда родом это эндуро какое-то зачем это смысл как мысл ее какой то во первых первая идея была немножко украсить сами формы потому что была задача при выпуске модели не менять пластиковые детали потому что это уже время и отдельная как так скажем ресурсы на изготовление поэтому была задача первой поменять облик а потом пришел функционал что сюда можно крепить световую балку любую значит выставлять дополнительный свет кому его не хватает а на самом деле света более чем предостаточно вот эти фары светодиодная новая в отличие от до дают прекрасный свет если вы едете в поле там или в лесу то вас дорога освещена полностью боковые стороны леса тоже освещается полностью вы видите все что впереди где все что по бокам вечером спокойно можно передвигаться но в соцсетях были фотографии то что у вас на конвейере стояли модели уже со шноркелями с выносом то есть вы уже как бы освоили это производство даже на конвейере теперь вопрос где это значит то что касается версии трофе для моих для себя мы и называем пока т.т. значит 800 т. трофе версия пока на конвейере до конца не отработана значит сегодня как раз ведем переговоры значит на то как ускорить процесс вообще постановки торфейной версии на серийное производство думаю что в ближайшее время начнем очень активную работу в этом направлении наработки есть в качестве разного рода образцов надеюсь что в канаду где-то в этом сезоне должно появиться ну какой-то коричь пока не хочу какие-то наполеводские планы рассказывать но версия вот она чуть-чуть дальше стоит трофейная возможно что с одним из профессиональных достаточно людей кто занимается вообще трофейными версиями мы какой-то совместный проект сделаем и реализуем его или народ увидит уже серийные машины именно в трофейной версии нас опрос потребителя дилерской сети показывает что спрос просто огромный значит разные регионы заявляют от 50 до 80 процентов в трофейных версиях потому что сегодня даже дилерская сеть и те люди которые у них сегодня есть механики не способны удовлетворить спрос и они будут с радостью принимать и покупать технику уже готовы для эксплуатации именно в трофейной версии и при этом гарантия должна сохраниться либо какие-то условия для для выполнения гарантии потому что колеса будут стоять 28 с возможностью установки даже возможно 30 колес для этого нужно провести дополнительные испытания посмотреть какие узлы будут особо нагружены при изменении конфигурации это все я понял хорошо будет будущее такое нарисовали яркая красочная трофейная сейчас такого взгляде на поставки китайских товарищей у них проблема с обслуживанием с тех обслуживанием это явно у вас как этот вопрос решается вы на завод приглашаете механиков дилеров или вы выезжаете с обучением и вообще как происходит техобслуживание продать сейчас можно что угодно главное что дальше делать с этой техникой самом деле система подготовки механиков дилерских центрах это не однодневная работа по щелчку пальцев она не делается мы системно уже на протяжении нескольких лет школа механиков существует значит наша группа которая занимается гарантией сервисом имея сертифицированных специалистов и мы соответственно эти знания передаем механикам дилеров значит прошлые годы мы организовали себя живую обучение непосредственно в компании но сегодня пришли к очень удобного формата онлайн когда люди подключаются со всей страны начиная с дальнего востока мы отправил организов несколько групп и двигаться по часовым поясам значит в течение обучая обучая буквально всем вопросам о предпродажного обслуживание техник когда техника пришла нужно достать ее правильно из коробки правильно собрать сделать от регулировки значит и дальше обучаем по всем видам того которая есть на этой технике 1 2 3 и самая так скажем топовая вещь это ремонт двигателей значит если такие такая необходимость возникает отлично теперь пойдемте к зиме до литровый двигатель фронтьер он уже порядка пару лет на рынке уже заслужил такую репутацию хорошего туристического снегохода которая может исполнять в чего утилитарные истории но были проблемы там по топливной системе еще по даже чего-то вижу появились жабры что вы как решили вот те небольшие штришки которые проявились в ходе эксплуатации эксплуатация прошлых сезонов на самом деле выявила ряд особенностей эксплуатации в горных районах и те люди которые используют его для проката в чем особенность эксплуатации которая возможно на первом этапе мы не учли значит если мы даем технику прокат либо от обслуживания трасс люди ездят на очень низких скоростных режимах это где-то в районе от 10 до 30 километров в час при этом значит снегоход двигается медленно если это колонна новых людей которые только на прокате взяли технику сели первый раз естественно никакой инструктор себе не позволит ехать и подвергать людей опасность поэтому малая скорость малая степень охлаждения снегового радиатора значит плюс слабый поток поступающий под капот на пространстве слабый выдох теплого воздуха из-под капота соответственно для нас как для компании зимний сезон прошедший прошел не зря мы отработали очень много вопросов связанных как раз с потоками воздушного воздушными потоками по всей под капотным пространством начиная от следующих элементов вот если мы возьмем данные то есть это после испытания на после испытания появилась цельно летая панель которая имеет необходимые вот эти выходные отверстия мы их называем для себя жабрами значит ну это на новоцветовой гамме в принципе неплохо легло а те люди которые эксплуатируют уже у кого есть эта техника сегодня и сервис великей который позволяет на панелях которые плоские установить отдельно жабру поставить и заклепок и прекрасно вписывается в дизайн снегохода поэтому проблема выхода горячего воздуха на малых скоростях она практически решатся это одна это первая часть да то есть закрыта как бы серийном и для тех кто эксплуатирует вторая часть мы все серьезно поработали системы охлаждения значит мы подняли радиатор практически весь вышел вот в эту обдуваемую зону соответственно ходящий поток воздуха четко попадает сюда и внутри мы перекрыли пространство которая делала подсос горячего воздуха от мотора то есть есть такой кожу который скрываться это сегодня теперь греться не бой да если короткая значит температуры под капотом пространстве значит ну вот на тех режимах которых я говорил где-то снизились на 30-40 градусов соответственно как бы проблема решена с здесь у нас перегрев перегрев вот верхняя . критическая была вот здесь на подрубках и соответственно воздух горячего ходила сюда под фару сегодня вот этого нет потому что есть горячий поток уходит вот сюда и сама наверно пожалуй да вот этого вот это украшательство не подлетает надеемся что нет пока вот это первый такой скажем пробный шар ушли от английского хода-да-да дайс одна из пока из задач там и как видит наш дизайнер это все-таки значит уход от англоязычных названий на простой русский понятный всем язык в команде спорим значит вам нравится мне лично да но думаю что вот зайдет если его посмотреть еще нас на солнце глубокий зеленый цвет если серийно мы его повторим будет неплохо нам еще есть ряд цветовых решений которые здесь не представлены еще 20 решений мы обещали на дилерской конференции что будет три цвета я думаю что к сезону они появятся цвет должен быть глубокий красивый и современный нос как это с лица воду не пить а вот топливную систему пойдемте посмотрим это новая топливная система так сказать были проблемки с топливной системы значит какая какая задача стояла в целом мы решили несколько проблем работая с топливной системой первая сложность была перестал поступать значит полимер из англии и была задача найти полимер доступной сегодня в россии на котором можно было сделать надежный бак который сбрасываться с полутора метровой высоты при заморозке минус 30 должен выдерживать удар землю вы нашли полимер где пошли здесь в россии а почему так вот интересно надо чтобы было вас прижало сильно чтобы вы начали искать в россии или почему раньше нашли вот на самом деле нужно чтобы прижало не только нас а те кто участвовал в цепочке поставок от нефтяников до переработки гранул и до тех людей которые они начали делать гранул уже после того как да 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 конечно когда жизнь заставляет мы начинаем быстро крутиться поэтому значит пример к качестве да мы поменяли место по моему стоял то что принципиально важно еще про полимер и проба хотел рассказать впервые в истории компании сделаны цифровые испытания баков совместно с политехническим институтом по санкт-петербурга то есть что такое цифровое испытание значит если мы его физически все время там роняли наполняли бензином проверяли как он стоит с бензином вот этот главный удар а землю это зрительная процедура и дорогая значит сегодня коллеги совместно с нами с политеха позволили нам создать программное обеспечение которое отцифровывать весь процесс испытаний вот этого удара и в цифровом виде мы видим самые слабые места отлично это на самом деле на самом деле очень здорово но я цифре не доверяю поэтому эпох поэтому надо когда ты реально поездил по не одну тысячу километров тогда можно говорить очень хорошо я тебе честно скажу когда они показывали веселые картинки что разрушалась вот эта часть при цифровых испытаниях значит я тоже не доверял этим расчетам но когда мы первые баки сбросили увидели что ровно в тех же местах произошло разрушение это даже форме измененная бака у нас есть как ты помнишь вот здесь вот его и вышиба так называемо гидравлический удар внутренняя волна то есть получается цифровые испытания подтвердили были тем то что была проблема причем для меня прям удивительно было что контур вот этого вылома вообще совпадает практически короче цифровые технологии на самом деле вас научили и теперь мы можем ожидать то что используя эти технологии вы будете меньше допускать ошибку в дальнейшем когда этот баг появится на на модели появится уже наверное начиная с августа месяца то есть в новом сезоне люди поедут на новом баке из нового материала что принципиально важно значит все вы там слышали про проблемы с топливным насосом когда уровень топлива падал скажем это критическое но до минимально это порядка 80 литров начинались проблемы с подачей топлива в топливную систему соответственно была значит поставлена задача уйти на стандартные автомобильные здесь стоит стандартный автомобильный насос со стаканом наполняемости для того же можно было въезжать и спускаться в различные подъемы без проблем это кстати одна из проблем эксплуатации в горах было откуда откуда потом покупать это жигулевский это наш автопром я пока фирмами хвастаться не буду это наш автопром значит насос испытанный конструкция испытана что принципиально важно вот последние испытания буквально закончили неделю назад снегоход вывешивали буквально под углом 45 градусов значит в баке был литр бензина литр и он не остановился в течение полутора часов то есть мы один один минус на всей этой истории уменьшился объем бака но с точки зрения возможности использования мизина если это было раньше 8 10 литров то сегодня литр бензина и ты едешь и даже в гору едешь потому что стакан который находится внутри насоса наполнен бензином и все спокойно работа второй момент все вы помните проблемы были с резинотехническими шлангами которые подавали топливо сегодня тоже ушли на автомобильные стандарты быстро съемы быстро можно все разобрать значит все спокойно подается топливо до форсунта насколько удорожает пока сейчас сложно сказать но не думаю что принципиально удорожает потому что насос который стоял до этого он был дороже однозначно сейчас это насос все-таки российского производства значит и я думаю что и даже получится определенная экономия в совокупности смотреть сколько примерно сегаходов собираетесь произвести вот frontier 1000 потому что известно то что у нас такой дефицит складывается по технике и следующем году какой план ну я думаю что наверное не менее тысячи штук по крайней мере на такие цели себе ставим значит поэтому над этим уже работать когда появится двухтактный двигатель нужен новой какой-то генерации помощь и так изделия помощней значит есть в разработке у нас один из моторов пока рано говорить каких-то сроков потому что на снег вы ехали смотрели как себя ведет значит по стенду провели проверки есть вопросы нужно разговаривать производители поэтому работа пока не какой стадии вопрос завода по двигателям просто нам все интересно сейчас не будем углубляться вот просто на какой стадии были анонсы шли что сейчас делается по по теме создание первого российского завода малокабулатурных двигателей что принципиально важно с точки зрения завода сегодня понимаем где будет площадка площадка есть второе мы понимаем концепцию этого мотора это рядный мотор понимаем как на каких компонентов будем его выстраивать ну то есть идеология сегодня задача найти технологических и научных партнеров которые смеют с нами в кооперации воспроизвести вот мотора которого мечтает сожалению ей и которые были у нас несколько лет назад значит сейчас на самом деле идет сбор команды до идет сбор команды которая готова в этом участвовать вот и понятно что уже много партнеров прошли разговаривали с ведущими вузами желание есть и с желаниями промторга участвовать в этой истории я думаю что подготовить на стадию нужно проходить в этом году ну ладно это будущее и так у нас новые вот новая модель 800т квадроцикл новая модификация фронтира еще один момент самый важный по фронтиру значит блок управления двигателя он как куда и закрыли опять украли у кого-то конечно своими руками украли с 800 то есть тот же блок который стоит на 800 сегодня будет стоять на фронтере сегодня заканчиваем последние запуски в морозильной камере все ходовые испытания пройдены динамика подтверждена расходы подтверждены значит они на уровне предыдущего блока значит теперь задача добиться уже стабильных запусков при минус 10 при минус 20 при минус 30 и обеспечить запуск при минус 40 с учетом подогрева мотора самое важное что тот компонент с которым все время мы боремся как кто настроил бы кто бы сделал мы сегодня взяли в свои руки здесь на фронтере тоже будет стоять наш ну а как же без него спасибо на стенде компании галкин есть все то про что мы уже рассказывали к сожалению совершенно новый store тот который галкин gk500 адв не привезли хотя он очень интересный по дизайну он немножечко похож на husqvarna norden 901 как бы он вот этого крылышка у него нет у него такая плоская морда очень интересный дизайн но к сожалению пощупать его не получится здесь представлены пятисотки вот этих пятисоток параллельных двоек у них есть четыре штуки на двух семнадцатых колесах на двух семнадцатых колесах зубастой резиной с щитком на заднем колесе без щитка на заднем колесе и есть одна вариация с девятнадцатым передним колесом это моторчик который уходит корнями в хондовскую cb500 но галкин сам делает этот мотор они покупают его у ланчина как делают очень многие другие китайские производители то есть тут все свое и железо свое и двигатель свой но другое дело что от компоненты типа подвесок впрыска это все уже покупается у всяких там каябов бошев и все это естественно не свое но по железу то все хорошо этот красавица который похож на триумфа бани виля это гаакин гк 1200 вот эта версия на такой более-менее вседорожной резине с дугами с защитой картера и вот там вот стоит зеленого цвета мотоцикл тот на котором мы в сочи ездили это обычная дорожная версия тут бюджет в районе миллиона тот который вот с дугами и на зубастой резине он немножечко подороже получается потому что он такой чуть более нафаршированный тот голый тот получается вообще миллион без одной тысячи рублей а вот это круизер не буду называть его чопером чтобы люди не обижались это круизер литровый водяной на ремне с абсом с трекшеном с круиз контролем то есть такая прям вот хорошая комплектация он получается где-то миллион сто часы выровняют он некрасивый какой-то и едет он для своего литра объема очень нарядно прям очень нарядно поливает здорово к сожалению что-то совсем новое здесь вы не увидите но то что уже продается то на что принимается предоплаты то что практически готова к отгрузке здесь на стенде представлена первые мотоциклы товарные уже приехали они разгружаются я думаю что в течение ну максимум недели появится в москве ну может быть двух недель и уже можно будет выезжать на дороге на этих гаокинах и получать удовольствие потому что как ни странно марка малоизвестная но техника очень удачная и беспроблемная получилась вот такие новинки выставки в бренде гаокин мото сергей руководитель продаж насколько я понимаю московских компания рейсер компания рейсер входят уверенно в топ-3 продаваемых в россии мотоциклов причем уже не первый год и даже когда у нас были всякие бмв с хондами вы их обставляли насколько я понимаю в единицах по колесу продавая техники до того было что новенького показываете на стенде в этом году мы привезли порядка восьми новых моделей например одна из новинок это данный квадроцикл с объемом двигателя 350 кубических сантиметров он монопривод или это задний привод на карданном вале до с инжектором у него есть лебедка есть парков на данном стенде стоит прототип то есть может быть в дальнейшем он будет несколько более аккуратно сделан у него будет дополнительно кофр вот такая предсерийная получая да да это получается прототип мы просто пытаемся изучить спрос насколько это интересно людям планируем что розничная цена данного квадроцикла будет стоить в районе трехсот девяносто тысяч сколько 399 то есть в 400 тысяч со сдачей он укладывается да это дешевле чем у конкурентов учитывая что ни у кого нет 350 мотора да а те у кого написано 350 там не 350 сильно меньше и отличие данного мотора он выдает 33 лошадиные силы это очень много этому не спортивная цифра но тем не менее ехать должен я что что из мотоцикликов расскажите из мотоциклов мы значит привезли мотоцикл который будет называться к 2 двигатель на этом мотоцикле под маркировкой 173 fm то есть это улучшен это работа на агрегат 172 двигателя выдает 24 лошадиные силы мотоцикл позиционируется как прос эндуро да то есть можно передвигаться по бездорожью можно передвигаться по дорогам общего пользования то есть вода цены не будут а он потрясно получается мотоцикл есть pts оснащен лед оптикой у него хорошего качества подвеска перевернутая вилка балансирный вал и регулируемый амортизатор бюджет какой стоимость данного мотоцикла ожидается в районе сто девяносто четырех тысяч рублей ну то есть получается что за 200 тысяч у нас двухсот пятидесятка с как бы мотором там за 5 сил запускать и на главных мотор который будет устанавливаться на данный мотоцикл имеет 300 кубических сантиметров а то есть это полноценная 300 кубических сантиметров которые выдают 24 лошадиные силы в ценовом диапазоне до 200 тысяч рублей 300 за 200 хорошая формула мне нравится выгодно да согласен с вами что еще значит мы привезли модель которая называется xsr xsr да а как он сервисовка этих букв есть или просто красивое сочетание это просто красивое сочетание модель отличается тем что у нее улучшена оптика и достаточно привлекательный дизайн но есть это если тот такой бой все-таки эндурик то это более дорожный куда по сидению это мотоцикл который предназначен для передвижения наверное больше по пресеченной местности по городу по населенным пунктом где нет дорог а двигатель такой же как там двигатель здесь стоит другой немножко как вы двигатель стоит 170 фмм это 300 кубовый двигатель который выдает 19 8 лошадиных сил но у него низы должны быть получше потому что у него судя по всему диаметр цилиндра меньше значит больше ход и лучше низы совершенно правильно и я смотрю здесь приборка побогаче такой он вообще там больно там это корнями уходит в дорожную больше тебя это больше на дорожные дура но людям понравилось то количество этот объем техник который мы привезли вот именно эта модель был продан очень быстро поэтому ждем следующую партию хорошо что еще у нас уже порядка нескольких лет хитом продаж является паттер 300 особенность этой модели в том что на ней стоит очень надежный двигатель 170 фмм такой же как на кссср выдает 19 8 лошадиных сил и очень низкий бюджет этой модели за 300 кубовый двигатель мы просим 165 тысяч 500 рублей то это получается вообще это 500 рублей за кубический сантиметр если верить так вот совершенно верно это даже для китайской техники это прям волшебная цена обычно там каждый кубик 1000 стоит да но мы решили пойти еще дальше и в магазинах на диване говорят но и это еще не все это еще не все мы решили пойти еще дальше и мы привезли пантеру 300 лучшим дизайн давайте сейчас покажу вам как она будет выглядеть давайте то есть вот это стандартная было это пантера 300 которая появится у нас ближе к осени она уже совершенно на другой платформе здесь стоит улучшенный маятник на двигатель у нее идет уже 300 кубового которого дает 24 лошадиные силы то есть вместо 19 и 24 до 19 до 173 фмм клапаны здесь алюминиевая траверса регулировка жесткости передней и задней подвески и лет оптика понятно по кругу разница в цене какая ожидается приблизительно 15000 а ну то есть в принципе за все это богачество всего там сколько там 150 долларов доплаты примерно так примерно да ну я думаю что и прям как бы и кофра ставить и пассажиру держаться удобно такая модель должна понравиться на базе этой модели будет модель брос прошу прощения она будет называться вольф наверно прототипом послужил так называемый гусь а то есть тут крыло высоко закреплено там низкое крыло дорожное и клювик как у туру большому счету вся тележка и вся начинка одинаковая на наверх разнообразил внешний вид и пластик то есть тот более дорожный для дальних пробегов а это там дальше по весам правильно сколько надеетесь продать в этом году планы есть какие-нибудь да есть планы продать как минимум на 40 процентов больше чем в прошлом году с 200 тысяч но цифры называть не буду это коммерческая тайна но мы уверенно идем к этой цифре понятно собираюсь все получается собираете где вы их сборка происходит в алтайском крае на заводе из комплектующих то есть у нас полный рабочий цикл от рамы до двигателя контроль качества и вен у них российский или китайский российский российский у него электронно птс ну техника по сути дела является российской можно так назвать ну я желаю вам хороших продаж новых моделей и хорошего качества итак компания dragonfly это единственная компания ну не единство одна из первых которая стала отшивать вещи для мотоциклистов квадроциклистов снегоходчиков здесь в россии у них свои дизайнеры свои разработки вероника здравствуйте расскажите нам что в этом сезоне вы приготовили для мотоциклистов у нас выставка мото ну и конечно бы для снегоходчиков квадроциклистов что такое нового у вас появилось ну да сюда мы на мотовесну в основном привезем летнюю тему но немножко зимних новинок тоже привезли по мотоциклам мы в этом году привезли новую коллекцию обуви посмотрели про тестили помота вы обуви начали заниматься а вы отшиваете это в китае или где-то у нас отшивается отшиваем в пакистане тезе все это нас есть такое что могут обувь для квадроциклистов в россии отшиваем для мотоциклистов кожа с ней идеально хорошо работает пакистан по нашим тезе по нашим дизайну а для квадро для квадроциклистов отшивайте на каком заводе давайте это не скажем пока это секрет а я не знаю это секрет или компания очень старая обувная очень хорошая перми случайно там есть там трек хорошая обувь делает случайно вы угадали трек дали ну я не угадал я знаю конечно это хорошая компания и так вы начали отшивать вот сейчас лето вот это у нас плащ что вот новое мы давайте она по мото мы привезли образ городского мотоциклиста это рубашки толстовки куртки легкие они все интегрированы с интегрированной защитой уже а вот от джинсы привезли то есть образ городского мотоциклиста ты качаешься где-то все ты защищен все везде у тебя хорошо стал с мотоцикла пошел кафе там на работу или еще и ты выглядишь вполне гражданский там по тебе никто не скажет что ты байкер еще но у тебя все это с защитой вот такой вот для квадроциклистов что мы привезли вейдерсы привезли куртки и вот новинка это обувь для для вейдерсы под вейдерсы то что от нас очень давно давно ждали мы как раз куртку вейдерсы выпускали а обувь нет под долго над ней работали с хорошей то есть на самом деле это такого премьера то есть ее не было раньше да 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 это такой прорыв для нас и долгождан долгожданная новинка для наших клиентов стоит да какая какая давайте покажем какая обувь вот это вот и вот это то есть это он отшили в перми на треке да по тезе отечественной компании то есть тут я смотрю есть для сброса воды отверстие такой добротный ботинок добротный но вот это хард версия как раз чтобы защита щиколотки была везде защита ставлен это соревнования какая-то версия здесь вот это просто для примера неопреновый нас обставлен вот такой вот ботиночек и сколько такой ботиночек ботиночки 11500 это порядка так сейчас точно по прайсу надо будет посмотреть отлично то есть высоким и с укороченным более туристическая модель здесь уже нету для люверсов но там плотненько все делается на самом деле тебя в неопренном носке вода ее там не остается практически сколько тестировали получается премьера сезона а то у нас там какие-то одни ботинки были по моему как ваш конкурент называется один из первых да кто-то самый первый да да кто конкурент ваш финтрейл конкурент всего лишь на самом деле не так много компаний работают в сегменте квадроциклист птической экипировки конкретно вейдерсы и ботинки для вейдерсов и помимо финтрейл у нас появились теперь вот такие шикарные шузы что у нас для снегоходчиков вы приготовили для снегоходчиков ну у нас здесь есть сейчас же безумно дорогая экипировка дорогая клайм дорогой fxr дорогой вы что-то можете что такое это это кстати говоря такой легкий вариант это дождевик это дождевик мото да он снегоходный стоит или нет это сноубордический опять не угадал у нас экстрим 2.0 висит на вешалке вот здесь вот вот он вода вы знаете где ну да эту версию то мы утеплили то есть у нас есть из трехслойные мембраны самые легкие такие для горников для пиковых нагрузок таких комбинезон это больше туристический такой вариант нет это вот для холодный тоже он для экстрима вот подойдет для горного снегохода подойдет раньше серии экстрим она была без утеплителя а мы все-таки пообщались у нас очень многие кто-то выезжает кто-то остается даже при словом там минус 3 я знаю утеплили немного утеплителя какой используете слайтер российский а тоже российская то есть можно сказать то что что тут все российская а материальчик чей но материальчик нет вот этот материальчик здесь конкретно не российский российские у нас идет серии утилитарных снегоходов вот все что есть российские ткани что находим и все на партнерские связи такие хорошие мы берем российского если нет то заказываем здесь df текстов по нашему тезе разработанная мембрана но здесь с ребятами с поставщиками очень давно работа плотность мембрана какая вот здесь вот идет 17 15 отказались от карманов таких как у линксов было и у скидут такие большие карманы таро это давно было наверное давно давно ну да у нас на предыдущей версии экстрима очень были крутые там карманы но тут вы тоже эргономику посмотрели посчитали и сделать такие дизайн то рисует или вы подглядываете за fx ром и потом пока вы срисовывать или все-таки вы ищете свои цвета свои находки дизайнерские но данил кузвесов наш дизайнер он такой большой опыт и насмотрен все он также проживает в милане свою дизайн-студию ушел из ferrari открыл свою дизайн-студию и также успешно продолжает сотрудничать с нами то есть вам рисую дизайнер который работал в ferrari то есть почти ferrari работал дайнер сам мотоциклист он бегут мотоциклист он в этой теме на снегоход мы его посадили на квадрат а это вы его научили ездить и он теперь ездить на снегоходе рисуют прекрасный понедельник утра когда мы с ним катались на снегоходах конечно но данил еще вот такой дизайнер он не просто рисует он же все это вот как дизайнер конструктор он эти все раскладки и создает именно образ чтобы вот в каждом изделии драгонфлайк мотов и квадрат какой-то просгляд если кому-то понравился этот конвес ставим лайки я знаю то что кто-то не пас никому-то не понравится тоже ставьте лайки но тут смотрите тут карман кстати вот сразу сходу так по месяц или телефон туда обычный дешманский но теле о прям вот прям как как тут и родился что проверять надо первую очередь да да тут в отличие например от тех же сноубордических так понимаю костюмов здесь снегоходные отличаются немножко экскурс он они реально думают то что здесь должна быть плотная ткань потому что идет соприкосновение с металлом потому что всегда ход металлический здесь усиленные вставки еду это кордура это прямая и кордура идет вот здесь вот с этого момента почему отличается от экипировки сноубордический когда кто-то если решил то что это одно и то же снова снегоходная и снова сноубордическая это люди заблуждаются так что покупайте нормальную экипировку это снегоходчиком сноубордическом не надо а вот сноубордистов снегоходно это это наверное скорее все кто не подготовленным трассам спускается где ветки когда нужно чтобы ветка не проткнула когда они уже экстремальная там еще знаешь какие различия есть там есть различие по вентиляции по скорости сами спускается в разных местах снегоходчиков она вот здесь с этой стороны получается снежный а у горнолыжников здесь внутренние понятно маленькие нюансы если ты регулярно постоянно катаешься то конечно надо чтобы разная была экипировка а если ты например тебе нужен один комбинезон и когда все случае это экстрим если ты живешь где-то где прохладно если ты живешь где тепло то это супер light или катаешься универсальный комбез dragonfly рекомендует но сейчас на самом деле вот это вот тоже посмотрите вот очень интересно попробовать и очень радует то что компания dragonfly не останавливается и развивается и ищет новые для себя ниши и туда заходит и и при этом она в коллаборации с производителями в данном случае это компания трек из города перми заговоря хорошую обувь правда у них колодка широкая узкая слишком я посмотрел здесь они колодочку сделали пошире все делали это как раз знаешь как бы под выдерсы же вот если одеваешь выдерсы покупаешь сорок третий размер надо будет 43 там другая идет история это целую надо проводить целую лекцию я думаю то что мы с вами обязательно это проведем хороших вам продаж спасибо то что просветили в ваши новинки удачи вот так вот спасибо что пришли интересуетесь михаил школа мультимотор расскажи про вот этого красавца черненького постараюсь быстро и коротко да история создания этого мотоцикла была связана с тем что когда-то за мою команду проехал пилот moto gp вот и с которым я тренируюсь который мне много все рассказывает подсказывает который стал моим таким другом и нам захотелось это было наверное нереальная мечта мальчишки который увлекался мотоциклами да и она как-то раз какой-то момент ты шел шел знаешь ты оказался на олимпе им нам захотелось попробовать себя в мотогонках скажем более серьезных взрослых но я понимаю что я тренер я не уже себя не рассматриваю как пилот и я решил что нужно начать строить гоночную технику для того чтобы растить людей да и также растить людей мы подумали надо построить moto 3 в стране менялись какие-то моменты мы думали кто нам поможет с двигателем там автономно ну какие то не будем там нюансы вот но поняли что moto 3 немножко дорогостоящий процесс и решили начать что-то поменьше это класс mini gp да этот класс существует в европе давно много производителей производят эти мотоциклы итальянские французские кто там самый крутой есть компания ували бучи вот эти компании grc которые раньше делали мини-байки они сейчас же делают имени gp это уже у тебя такие скажем так прототипы с хорошими подвесками с тормозами с геометрией это не игрушки насколько плотно этот рынок то есть там конкурентные да 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 чемпионат европы серьезные они в рамках чемпионата мира едут в рамках moto gp это достаточно давно уже все развивается популяризируется что этот мотоцикл для ребенка но понятно что мы рассматриваем это уже взрослого ребенка и взрослого но какие-то детские классики ну там там 10-12 лет с 12 до что 12 колеса это получается чуть побольше больше другие скорости тоже дети по его побольше что касается но наши шасси мы проектировали сразу 12 колесах но есть возможность установки десятых колес и чуть поменьше эргономика для детей там от 7 лет понятно что не страшно было принципе в такой конкурентный рынок влезать знаете как страшно интересно страшно интересно потому что был большой опыт скажем так у меня в плане управления мотоциклом обучение важнее все сережа скажем так мой компаньон в этом проекте он когда-то участвовал проекте формула студент проектировал машина у него высшее техническое образование двигатели и мы решили почему бы нет хорошо вот этот естественно там он строился не с чистого листа в вакууме нет я подожди я к чему хочу спросить его и его конкурентов на одной трассе пробовали есть общее т.з. есть общее т.з. регламент что такие колеса нет как он получился в сравнении там с лучшими там буржуйскими образцами мы пока его не запускали с общим буржуйскими да мы основываемся на том что два последних года мы его тестируем у себя на автодроме в разных ресурсах режимах старые покрышки все как скотчение переднего колеса заднего как он настраивается как он себя ведет все это прям такие ходовые доводки это очень ходовой да нам казалось как видите рама на скручивание где его слабые места когда все-таки мы его сломаем вот что было важно если обрати внимание есть пару скользящих нет 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 что получилось что шасси на сту когда поставили хорошие шины итальянские обслужили грамотно подвески все сделали уже так и стали работать уже детально с настройками что шасси очень быстро катит что есть возможность что вот очень большой что мотоцикл у нас получился конкурентоспособным что с момента первых тестов мы готовы были садиться резать сначала и делать дальше но получилось так что мы получили очень много поддержки от европейцев очень много литературы кто-то нам прислал черновики своих книг своих книг материалов проанализировали тоже всех конкурентов собрали все данные там сканировали смотрели читали все это проработали там в программе со всеми нагрузками все моделька про полностью в компьютере это каждый узел можешь разобрать проверить нагрузку скручивать все и поэтому с конкурентами пока сравнение было если получится в этом году планируем конечно запустить чемпионат москвы это две гонки две гонки в чемпионате москвы но там в этом классе уже кто-то едет хорошо но если вдруг вы увидите что она едет когда вы сможете сделать там там 20-30 таких шасси чтобы прям кубок сделать я думаю что сейчас у нас все готово мы знаем где мы возьмем каждый болтик сколько он стоит у нас весь материал подготовлен пока 24 год будет тестовым а 20 уже начнете гоняться по взрослому я пожелаю вам расширить полку со стаканами чтобы вообще не вылезала в дворе доставить все хороших вам как бы продаж нет продаж рано все-таки достижений сначала а потом уже и продаж такой уж коммерческий продукт это все таки красивый но внешний вид учитывая что у нас немножко образование не дизайнерская вот это уже другая модель если видишь тут постареет там это все мы чуть-чуть поменяли это просто это еще пока напечатаны это напечатано 3d принтере залита шпак нет не окончать то есть возможно изменения там по там внешне будет точно будет изменен потому что возможно вообще кто-то поможет поддерживать вот задний маятник будет другой изготовлен из листа потому что сейчас пока были важны точки вот эти вот углы все вот эти моменты спасибо итак мотовесна 2024 это не только мотоциклы это и автомобили потому что мы все так и видны в одном мире но это не просто автомобиль есть такой двигатель банкеля вот они портневой а есть люди которые этим живут и которые этим чувствовать и которых страсть про все это как тебе зовут расскажи мне алексей меня зовут занимаюсь этими треугольными существами с 2005 года тогда был инфицирован и до сих пор ими занимаюсь интересный мотор да на данный момент занимаемся основная часть это роторные машины сейчас работаем в направлении рестомода с реставрацией с модернизацией привезли сейчас на эту выставку два автомобиля один сильно затюненный с большой мощностью и так далее а второй автомобиль мы сделали в полностью стандартном виде привели в сток как с завода автомобиль этот автомобиль и тюнинг этого автомобиля начинался в далеком 2007 году хозяин купил этот автомобиль и привез к нам чтобы мы с ним что-нибудь сделали как фильме форсаж и это начиналось без спортивной идеи чисто тюнинг ради тюнинга мы что-то с ним делали потом в процессе человека образовывался смотрел и начинал смотреть уже в сторону спорта и сейчас на данный момент подготовлен к кольцевым гонкам он пригоден еще на нем можно и комфортно ездить по городу мы старались не убить эту историю на нем реально можно передвигаться с достаточным комфортом по городу но при этом этот автомобиль способен ехать по кольцевой трассе достаточно быстро и достаточно долго вес мощность сколько в итоге все это стоило вес 1253 килограмма развесовка по осям практически 50 на 50 мощность 608 сил стоимость неизвестно поскольку это растянуто на протяжении многих лет за последние два года после того как мы начали официально пытаться все-таки посчитать сколько было было потрачено за последние два года потрачено порядка двух миллионов рублей не считаю саму машину ну конечно да и всех предыдущих лет работ тоже даже боюсь спрашивать сколько времени ушло сил я думаю бесконечно да поэтому автомобиль это уже невозможно сказать во втором автомобиле можно сказать давай немножко про растам от поговорим для тех из вас коллеги кто не знаю что такое растам от я очень коротко объяснил наберется автомобиль года 90 93 5 вот в таком формате либо ниже и восстанавливается ну не бредельно близко к оригиналам насколько это возможно я прав да все верно с модернизации некие некоторых систем для безопасности улучшаются тормоза немного работают над подвеской чтобы автомобиль был покомфортнее все-таки автомобили выпускались достаточно давно те над которыми мы работаем и рестамот это внешний вид он сохраняется в основном есть исторические так скажем но с модернизации вот то есть чтобы мы могли жить в современном формате да не выпадать из современного ритма жизни да вот можно конкретно что это за модель каком год выпуска что мы с ней делали а этот автомобиль точно такой же mazda rx-7 как и черный 80 82 года выпуска мы удалили отсюда весь тюнинг и нам привезли автомобиль кузов отдельно мотор отдельно проводка и мы восстанавливали его в полностью заводской вид с использованием всех штатных систем в основном ребята работая над подобными автомобилями ставят уже современные блоки управления которые закрывают вопрос регулировки холостого хода нам и всех всех остальных уже работает электроника здесь же у нас была задача и я хотел сохранить именно старые системы управления холостым ходом термостатом здесь все управляется и много много еще систем перечислять стандартные системы секвентального наддува последовательного как она работает это все установлены именно заводской вариант без какой-либо новой электроники давай немножко подетально про роторный просто его двигатель чтобы люди просто понимали прямо сжата чем отличается от обычного двс наверное отчасти его можно сравнить по системе впуска с двухтактным двигателем потому что тут нету клапанов тут нету распредвала он него впуск происходит с перекрытием как в поршевом двигателе поршнем канал открываются здесь треугольниками но если дальше отходить от поршневого двигателя здесь нет как таковых поршней здесь есть некая похожая деталь как коленчатый вал только здесь он называется эксцентрик вал на нем стоит два треугольника которые вращаются в статоре и постоянно изменяется камера сгорания у них там каждом 100 33 камера сгорания в общем можем быть и в блуднике технически но условно тут нет поршней распредвала клапанов цепей и так далее сколько этот мотор здесь выдает стандартные 250 сил в этой версии автомобиля до налогового удобно да у нас получилось на стенде перед отдачей автомобиля мы замеряем на стенде автомобиль клиенту чтобы выдать уже с полностью с графиками у нас получилось 266 сил видимо бензин видимо еще что то то есть если сейчас нас смотрит человек который болеет этими машинками и он захочет к вам обратиться вы сможете ему помочь восстановить посоветовать противник да конечно с большим удовольствием я люблю ваш человек нашел как вы называетесь как вас искать мы называемся физика вождения наша компания называется искать нас в любых соцсетях поисковиках просто забивайте к вождению все будет что спасибо тебе огромным это безумно радует энтузиасты которые вот до такого состояния доводят машины желаю вам здесь побед на кольце если вы вдруг поедете на мрв вдруг мне очень интересно какое время вы покажете потому что я знаю там свое время на мотоцикле ну просто сравнить да думаю что сравнимся увидимся там стопудово вы из минут 50 наверное выйдете мне так кажется может быть я еще там не был пока сложно прогнозировать вам удачи хороших продаж и всего самого спасибо спасибо ну это еще не все как говорили стабры добрые 90 при рекламе только сегодня купим две мазды rx7 и заплатив миллиона 56 вы можете сдать свой старый жигулю ребятам которые на самом деле главным направлением этого не занимается реставрация автомобилей то есть они занимаются классика жигулями его наверное ключевая история который занимается делать это хорошо да мы делали проект с жигулями сейчас но немного поправлю бы и занимать не только жигулями сейчас у нас работе автомобиль триумф спидфайр это английский автомобиль 77 года основная идея это то что мы сейчас приводим автомобили в стандартный вид чтобы они работали так как работали и выглядели с завода именно занимаемся не только маздами а жигулями и еще классическими другими короче если у вас есть старая добрая копеечка которая вам досталась наследство от дедушки и ее нужно привести порядок или что-нибудь в этом духе вам к Алексею сделать красиво и хорошо вот теперь кое-что все что-нибудь